Возле цепки снимемся. Да подождите, сначала я про голубей зашел бы, потом там говорим. Я спрашиваю, сколько общее количество примерно? Мне нужно узнать корм, сколько вы готовите. У меня общее количество. Там, на зиму, в зиму пускай. В зиму? Я 5 кинжков беру. Как? В зиму я оставляю, у меня около 60 штук. Так, ну подождите, я сейчас 5-10. Да, в общем, у меня иногда было так, сейчас около 45, у меня на 3 голубей от них. У меня тоже 4 голубейки. Вот, потом там голубейки, там голубейки. В общем, второго священника встречаю, который любит голубей и держит при том. И в Тобольске отец Олимпий, запомните его. Удивительный человек. Он иеромонах. Ну сколько у него разных голубей, как он провозит их, показал сумку, и как заходить, говорит, что проводники не видели. Со справками. Он у него отовсюду. Ну знаете, я замаялся, как куда поедут, двух, вот сюда. И прячу их, потом на улицу выхожу в этот, в тамбур, попою их тихаря, с какой-нибудь кружки. А потом опять прихожу, или с руки прям рот открываю, накидаю им пшенички. Я один раз по 5-6 штук провозил. На себя одену их, ну как положу, сюда-сюда, потом их в тамбуре раскладываю. А то надо слышать это, и то, это Господь дает такую любовь. Конечно, голубь заниматься, как считается, ну такое бесполезное занятие-то. Ну а душе-то вдохновение какое. Да, приятное. Я вот утром встал, их поднял для души какой-то. Вот нет хозяина, мы стучим во все, нет хозяина. Я говорю, но голуби летают, они не должны были вылететь без хозяина. Ястреб-то не обижает? Обижает. А каианы обижает. А как вы боретесь с ними? Никак. Я думаю, я просто стараюсь по времени их, они иной раз, он в 10 часов пролетает по кругу. Вот у них одно время, вот у коршунов, ястребов, ну коршун большой не берет, а вот это и сокола берут, вот здесь сокола есть. А сокола большие? Большие белые. Какие там? Белогрудые. Да, вы что, то же самое, ужасные. У него крейсерская скорость, сразу три большие глубины. Да, они прям с лету прям, вот он. Летит, вот даже не свернется и хлопает. До слез, самое породисто берет, самое голубку берет. Говорят, он самых слабых берет. Нет, он самых сильных берет. Потому что слабый раз и упал куда-то в кусты, или вон в картошку, даже вот она раз. А сильный начинает вверх подниматься, и он все равно его... Истинно так. А вы что сделали? Послушайте, интересно, у меня стихотворение, вот в книгах моих, написано 3467 моих стихов, 80 положено на музыку. Это вылететь я только буду теперь. И вот в одном, однажды было такое дело, вся община знала, как я страдаю, что ястреб бьет голубей. И тогда вывез, крест сделали большой, из тонких палочек. Два священника было, осветили, водой полили. Наши братья полезли, где он, откуда залетает, и его там вывесили. Как отрезало. Лет пять он мимо там пролетает, где крест, а за эту линию не может залететь. Да это что? Да. Это... Вообще, у меня написано. Ну, замеси. Это гвоздь у меня, Пантелеум. Познакомься. Это мой сын старший. Он... Он закончил богословский институт. Сергей. А это вот, послушайте. Они из Москвы, Пантелеум. Так, мы из Салтайского края. А, Салтайского. Ну, простите меня. Мы проехали до Москвы. Ну, я понял. А я такое ощущение, вроде в Москве были. Нет, нет, нет. Мы от Байкала до Москвы проехали с миссионерской поездкой везде. В каждой библиотеке оставляем. Это уже больше ста мест, где были. Мы сейчас вот только книги подарили уже на полтора миллиона. Да, очень. Да. Это просто замечание. В прошлом году, позапрошлом. Это просто прекрасно. И у меня ничего нет. У меня минимальная пенсия. То есть у меня вообще ничего не то, что... Но Господь так делает. Куда бы я ни приехал, все двери открыты. Вот сейчас был там храм на Берсеневке. Там отец Игумен Кирилл служит. Ну, мы давно знакомы. Ну, в больнице была. При больнице у него там храм. Хороший храм. Ну, тот же меня обрек в Сихарь, а я чтец. И пришлось говорить проповедь. Я проповедник. И в книгах моих 1100 проповедей только. Я каждую неделю в разных храмах 4 проповеди. Каждые 25-30 минут. Замечательно. Это просто прекрасно. Это мне было даро-то. Это и в моем доме. А в России... Ну, у меня вот сын тоже проповедует. Я его тоже... Он у меня стихаринный. Владыка его, митрополит Тихона, стихарин. А он закончил. Я говорю, ну, раз ты закончил, матушку не нашел. Пока мы все чтецом. И он тоже слово говорит. Когда мы по очереди, раз он, раз я. Ну, так что, вы уж простите, я перебил вас. Значит, с сегодняшнего дня, сейчас у нас благополучно будет, в вашей библиотеке будут все книги. Спасибо. Часть этих приглашений мы вам дадим, чтобы люди могли приходить просто через вас, как бы, распространим, чтобы в вашей библиотеке там написано, находятся книги православного проповедника Игнатия Лапкина, в которые можете обратить и дальше мой телефон, и наш сайт, который дали. Все, пойдемте.